Всем привет! С вами развлекательный канал S&G. Меня зовут Слуцкий Александр. Мы продолжаем свои приключения в мире Скайрим, продолжаем следовать пути паломника. Ну и конечно я решил эту головоломку. Точнее не решил, а посмотрел как она решается. Да все достаточно легко, только бы понять мне, слепому индюку, где тут спрятаны рычаги, рычаги. Где-то должны спрятаны быть рычаги. Так, мы пришли откуда? Мы пришли отсюда. Окей. Давайте все осматривать. Черт. Я упорот, видимо, упорот я. А-а-а-а. Прямо у нее тут. Хорошо. Все правильно. Свет. Вот чего нужно было лишить ее. Все логично. Так же как и мы правильно сделали, что не подходили к свету в предыдущем испытании. Тут будет... Надо аккуратно идти дальше. Испытание номер 4. Здесь есть вот проход еще. Давайте пойдем туда. У нас скелетный ключ, который не ломается. Который мы можем бесконечно что-нибудь делать. Это круто. Но мы его отдадим потом. Скорее всего. Так. Скайрим, ну давай, прогружайся. Что-то не хочет прогружаться. Так. О, у нас там гости. Милые гости, милые гости. Что вам сделать сегодня? Сейчас будет больно. Я думаю, он там не один. Не знаете мне, что кажется? Что мы прошли легким путем. Испытание под номером 4. Там должны были быть препятствия нам мешающие. Оказывается, что... Можно обойти их. Как я понимаю, да? Ладно. Ну-ка, мы перепрыгнем здесь. Эть! Конечно, перепрыгнем. Красавец, Алекс. Не теряешь формы. Там двое их. Отлично. Я чувствую. Кого-то не чувствуешь. Никого-то не чувствуешь. Совершенно никого не чувствуешь. Ладно. Чувствуешь? Комиды. 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 Отлично. Что там у нас по оружию? Сейчас буду проверять всегда. Заряд. Обычный. Камень душ. Зато зачарование прокачаем. За счет этого. Новый уровень. 35-й уже, ребята. Отлично просто. Ну что, запас сил. 2-й 90-й уже. Одна способность у нас. На что потратим? Ну-ка, взлом. Что-то я тут видел. Больше золота. А тут... Незаметно взламывать замки. Прикольно. Скрытность. Что здесь? Тихо. Вот. Скрытые атаки одноручным оружием. Шестеро больше урона. Это нам понадобится. Такая броня. Стрельба. Однаручка на 95-ти уже у нас. Скоро сотня. И... Парализует противника с вероятностью 25%. Силовая атака при движении. Ну и возьмем это. Когда будет 100. Когда будет 100. Еще не скоро. Отлично. Немного прокачались. А я вниз хочу сходить. Там много чего интересного я видел. Вот это что такое? И от беженства. Почему не взять? Ставить. Кошелек. Монетка валяется. Еще одна. Монетки. О, смотрите. Еще монетки. Каждая монетка на счету. Морозная соль. Тюменьшая тьма. Королева волчица. Это все у меня вроде уже есть. А это что? Вирулентный яд беженства. Слабый яд страха. Тут один алкоголь. А тут вирулентный яд просто. И стрелы. А это что? Опа. Взлом. Прокачали взлом. Давайте возьмем. Основу конструирования замков. О, рубинчик. И урочек кинжал. Ну и все. Поднимаемся наверх. Они охраняли вот этот выход. Поэтому заходим внутрь. И что нас тут ждет? Пятое испытание. Так, можно направо сходить еще. А, ну. Мы отсюда пришли. Можно было тупо вот так прямо пробежаться. Ладно. Окей. Дверь. И тут дверь. Мы пойдем сюда. Внутреннее светилище. Сумеречная гробница. Ох ты ж. Ладно. Красиво, блин. Но опасно. Так, давайте прочитаем. Путь завершен. Объятие императрицы ожидает павших. Немедли. Если хочешь даровать ей вечно приносить. Тут надо быстрее, что ли, пробежаться. Так. Что-то мне это не нравится. Путь один, ребят. Прыгать. Андерс. Записка Андерса. Поверить не могу. Пройти такой путь. Решить все эти нелепые загадки. И застрять здесь. Выучив подсказки Нистрома, который он получил, отлетелся. Я перерезал Нистрому горло. Ах ты ж гад. И зря, как оказалось. Потому что застрял здесь. И не могу найти выход. Надеюсь, скоро кто-то придет. Мне уже хочется есть. Никто не пришел, друг. Никто не пришел. Никто не пришел. И за нами никто не придет. Что дальше-то? Ох ты ж. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Эй, меч не сделал, бро. Замок Черного Озера. Оставить скелетный ключ. ну что ребят оставляем жалко конечно такую вещицу отдавать читерную надо ладно мы и без нее справимся у нас 70 отмычек вот и ногтюр зал сама какие у тебя глаза так что ключ украли в очередной раз и очередной защитник возвращает теперь ты стоишь передо мной ожидая когда тебя похвалят погладят поголовки или поцелуют в счетчик тебе не дано осознать что твои действия не думай что я в конце концов свои обязанности ты выполняешь полостью но мы с тобой знаем что ни честь ни долг неверность тут и рядом лежать главное награда приз не бойся ты получишь свои побрякушки удовлетворишь жажду богатства и могущества я предлагаю не спить тебе из черного озера смертное существо ибо именно так рождается последователь ногтюр опять пить какую-то дрянь а хорошо горле ты откуда тут мать твою взялась и не могла бы ты мне объяснить почему не помогала мне в этом деле если все равно сюда пришла блин горле ну-ка я рада что тебе удалось благополучно вернуть ключ на место я рад что ты рада ногтюрнул похоже довольно тобой она просто излучала равнодушие я бы на твоем месте не принимала этого близко к сердцу она всегда такая думая о ней как о суровой матери которая постоянно подталкивает тебя на пути к успеху она лишь кажется сердитой поверь мне если бы она была тобой недовольна мы бы сейчас не разговаривали ты говоришь я могу стать поборником ногтюрнул круги у основания черного озера дают тебе силу соловья узкий серп луны знак поборника тени полумесяц поборника обман а полная луна поборника раздора а все три значит нельзя так ногтюрнул поддерживает равновесие если тебе захочется изменить свои способности ты можешь вернуться в гробницу и вступить другой круг но помни изменять выбор можно не чаще одного раза в день то есть нас есть право на ошибку это ладно и что теперь теперь начинается твоя новая жизнь жизнь соловья если возникнет нужда тебя призовут в гробницу чтобы защищать а ты гильдия приняла меня с распростертыми объятиями кажется пустота в моей жизни наконец заполнена надеюсь только что это не конец истории а ее начало начало какой истории ну например истории величайшей серии краж в скайриме карманы богачей набиты монетами а сундуки ломятся от сокровищ все это так и просится в руки мы конечно соловьи но в душе мы воры и очень хорошие воры так выбрать одну из ролей ну-ка поборник и тени поборник тени умеет оставаться незаметным он умеет управлять тьмой и использовать ее себе на благо в лунной ночи или в темных комнатах он становится невидимым в буквальном смысле ничего себе поборник обмана поборник обмана использует тень чтобы сбивать с толку окружающих сплетая узоры тьмы он подчиняет других своей воле и может заставить их некоторое время драться за себя даже так раздор поборник раздора может посылать щупальца чистой тьмы сердца своих противников причиняя им большой урон и в то же время это нить укрепляет его собственную жизненную силу делая его сильнее мне 1 больше всего понравилось тень да я только не помню не помню я как она возначается ну ладно выбери свой путь и твое странствие завершится так черт возвращение сумерек ну что я встал что-то выбрал о галл и ты здесь да я боялась что никогда тебя не увижу что ты станешь таким как остальные если бы не на целовей твои опасения оправдали моему крайне обязан что ты будешь делать теперь любовь моя ноктюрнл призывает меня вечно тень мой контракт увижу ли я тебя когда-нибудь когда твой долг перед ноктюрнл будет оплачен мы снова будем вместе прощай галл смотри в оба иди в тенях до свидания до свидания до свидания до свидания так ну я хочу посмотреть что я выбрал активные эффекты или нет все правильно я выбрал то что хотел подкрадывать вы автоматически становитесь невидимой в течение 120 секунд охрененно то есть это можно активировать это понимает нет а что я творю то таланты можно использовать только раз в день разве же это прикольно да не понял я как это работает ладно будем пробовать где у меня там крики в чем дело не все нормально а где ты теперь будешь жить уху тебя засветится я решила поселиться в соловьином зале это теперь и ваш дом так что я буду рада видеть вас с бринильфом конечно я иногда буду наведываться в города скайрима чтобы приобрести нужные вещи нельзя же терять сноровку верно и то правда как я пойму что меня зовут сюда что осталось все прощай смотри в оба и да укроют тебя тени портал к входу портал к входу то есть любой да ладно фичу мы получили хорошую но правда один раз в день только можно использовать это печально это по моему я не использовал до конца скайрим на улицу выходим ребятки ну что что дальше то предметы и не 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 уборка цифры заговор изгоев это уже другое морэнди так делаю вину глаз файл мира вот давайте у нас есть и у нас есть 2 но его 2 я оставил дома потом продам вне записи как обычно это и буду делать чтобы вас не томить пустыми минутами прохождение но и по идее сейчас нам только сейчас нам должно быть доступно миссии которые бы восстановили статус гильдии воров скайриме миссии а тебе что-то нужно рад видеть тебя ж рад видеть тебя живым парень я просто хотел поблагодарить тебя за все гильдия снова встала на ноги и бодро шагает крутая у тебя брань по принятию я тут оделся скелетный ключ вернулся в гробницу вот и хорошо я ведь столько лет беспомощно наблюдал как гильдия угасала ну хватит уже я уверен что под твоим руководством у нас скоро будет больше золота чем мы сможем потратить где ты будешь теперь я буду здесь буду координировать все с дэлвином и векс чтобы к нам продолжали течь деньги и никто не крысят ничего если захочешь размяться и выйти на дело наверняка дэлвин и векс подберут что-нибудь для тебя в общем было очень приятно с тобой работать дружище выпьем за будущее гильдии чтоб стояла еще тысячу лет выпьем так ну что отправляемся к дэлвину и там мы должны будем по идее а нет мы уже получили что задание это последнее задание не выполнил их ну да ничего страшного то политесь д veut чей могу помочь мне удалось сабить кулас воу кто если тебе будут попадаться не обе ночные щи Приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Восемь богов. Вот это добыча. Да многим ворам за всю жизнь столько не украсть. 2400. Делвин, ты крут. Делвин, ты крут. Делвин, ты крут. Учи меня краса. Слушай меня внимательно, и люди перестанут тебя замечать. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Скрытность 51. Отлично. Много лет назад у гильдии было по гнездушку в каждом крупном городе Скайрима. Мужик, ты молодец, конечно. Чтобы яблоко не поднял земли, без нашего согласия. А когда тут все стало рушиться, развалилась и вся сеть. Мы потеряли скупщиков, связи и деньги. А потом лишились и самого главного. Дого, без чего гильдии не выжить. Авторитета. Когда мы делаем все эти мелкие делишки, мы снова заставляем людей бояться нас. И в итоге с нами опять начнут считаться во всех городах. Что значит с нами будут считаться? Благодаря Мавин Черный Вереск, мы все еще имеем вес в Рифтоне. Но если тебя арестуют в Байтране, сразу бросят в каталажку. Если мы войдем в доверие к кому-то важному, выполнив для него какой-нибудь уникальный заказ, мы и здесь получим вес. Но получить такой заказ можно только выполняя мелкие задания, чтобы они о нас услышали. Тогда они свяжутся с нами. Мне нужна твоя помощь, Македж. Конечно, то он не в этом долго. Убереги себя. Мы же не хотим потерять такого, как обещаю, чем специалисты. Сделай что-нибудь. С хорошими новостями, надеюсь. Больше он вас не побеспокоит. Обещаю. Что за новый стражник? Танила, Танила. Если тебе нужна работа, обратись к Векс или к Делвину. Они тебе что-нибудь подбросят. Что? Так, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, Могильщик. Это ты протеже Прингельфа, да? Даже если ты самый, что не есть свой, не себе не представляю, кому создавать. Что за стражник на медоварне? Куда он пошел? Встать? Тут? Конечно. Вообще-то ты обещал заняться делом. Ладно, ребята. Сейчас мы закончим эту серию. Одного дело говорить, что у тебя есть воровской талант. И совсем другое его иметь. Векил воин. Давно уже у нас не было новичков. Такое впечатление, что людям не терпится разбежаться. Не нужна ли тебе какая-нибудь помощь? К слову сказать, есть такое. Да, я слышал, краем уха. У меня есть покупатель, который отличается, так скажем, весьма странным вкусом в литературе. И ищет некоторые книги. Ох как. Что это за книги? У меня хорошая библиотека дома. Что ищет записки сумасшедшего? Писание безумного мага по имени Арандио. И еще говорит, что всего их 4 тома. И их еще попробуй найти. Мой клиент предлагает за них очень хорошую награду, которой я с радостью поделюсь. Но я добуду, попробую, по крайней мере. В старости Арандил перебрался в ледяные пещеры под названием Ингвильд. Он предпочитал заниматься своими... ...экспериментами в одиночестве. Отлично. А что тебе известно об этом Арандиле? Только слухи. Когда-то он жил в Данстаре, пока его дом не сожгли. Люди говорят, что он занимался чудовищными экспериментами по оживлению. Ритуалами, которые под силу только некроманты. С тех пор, как он ушел в Ингвильд, больше о нем не слышали. Почему ты полагаешь, что эти дневники еще существуют? Недавно на дороге в Данстар нашли женщину. Она была совсем голая и вся дрожала. Стража от нее смогла добиться лишь рассказов о странных экспериментах. И о том, что Арандил все время что-то черкал в дневнике. Вот старый извращенец. Ладно. Ладно. Не повторяй за мной. Ну что ж, ребят, продолжим следующую серию. Отправимся к этому Арандилу. И, ну и, конечно, будем выполнять задание Делвина и Векс. Хочется. Делвин, Делвин, Делвин. Хитрый мужик. И все-таки мы заканчиваем эту серию, ребята. Следующий отправимся по мелким заданиям Делвина и Векс, а также к этому старику-некроманту за его дневниками. Я думаю, нам заплатят хорошую цену за эти книжки. Всем пока. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Всем пока.